Колесо истории вертится. Оно будет вертеться до окончательной победы коммунизма. Общество. 4 июля 32. Колесо истории вертится. Оно будет вертеться до окончательной победы коммунизма. К 70-летию со дня смерти выдающегося коммуниста, антифашиста, видного деятеля международного коммунистического движения Георгия Михайловича Димитрова. Есть личности, сделавшие, кажется, рядовые события знаковыми, изменяющими ход истории. Примером здесь может служить приобретший широкую известность в 20-й столетии Липцикский процесс. Задуманный как показательный процесс, осуждающий международный коммунизм, он, благодаря мужественной и стойкой позиции болгарского коммуниста Георгия Димитрова, превратился в трибунал, осуждающий гитлеровский фашизм. «Колесо истории вертится. Оно будет вертеться до окончательной победы коммунизма». Такими словами он закончил свою речь на Липцикском процессе. Будучи активным участником международного коммунистического движения, осенью 1929 года Георгий Димитров переезжает для работы в Германию. В 1933 году фашисты обвинили Ге. Димитрова и его товарищи в поджоге Рейхстага. Димитров сразу понял, что процесс задуман как политический и антикоммунистический, но его удивило, что поводом стало криминальное деяние. Обвинение в таком преступлении было посягательством на его честь и достоинство как человека и как пролетарского революционера. Поэтому Георгий Димитров посылает письмо протест в органы германской полиции, в котором он отвергает всяческие подозрения в любой его причастности к данному преступлению. Как коммунист, как член болгарской коммунистической партии Коммунистического интернационала Я, заявляет Димитров, принципиально против индивидуального террора, против всяких бессмысленных поджогов, потому что эти акты несовместимы с коммунистическими принципами и методами массовой работы, с экономической и политической работой, потому что они приносят только вред освободительному движению пролетариата, коммунизму. На самом процессе, продлившемся более трех месяцев, Димитров сделал все, чтобы обличит преступные действия фашистов. Воспользовавшись еще действовавшим в Германии правом задавать вопросы свидетелям, он превратился из обвиняемого в обвинителя. Димитров умело задавал вопросы, ставившие свидетели обвинения в тупик, а с помощью вопросов к свидетелям из рабочей среды старался доказать не только свою непричастность к этому преступлению, но и то, что коммунистическая партия Германии также не использует в своей работе подобные методы. Данные Георгием Димитровым характеристики свидетелям обвинения показывали всему миру, что эти свидетели национал-социалисты, фальсификаторы и уголовные преступники. Одной из ключевых страниц процесса стало выступление в суде свидетеля Г. Геринга, премьер-министра Германии и убийцы тысяч рабочих. Геринг быстро закончил давать показания, но затем поднялся Димитров и стал задавать ему неудобные вопросы. Сначала о том, почему Геринг сообщил в интервью, что поджигатель рейхстага Ван Дерлюби является голландским коммунистом, ведь полицейские заявляли, что у него не было с собой портбилета. Геринг с нескрываемым раздражением отвечал на подобные вопросы. Но Димитров продолжал. Вопрос не стало ли заявление Геринга о том, что поджог совершила Коммунистическая партия Германии с помощью Ван Дерлюби, препятствием для проведения объективного расследования, окончательно вывел Геринга из равновесия. «С моей точки зрения это было политическое преступление, и я точно также был убежден, что преступников надо искать в вашей партии», – бросил Геринг. А затем, уже переходя на крик, добавил, «Ваша партия – это партия преступников, которую надо уничтожить». О сохраняющей спокойствии Димитров продолжил. «Известно ли господину премьер-министру, что эта партия, которую надо уничтожить, является правящей на шестой части земного шара, а именно в Советском Союзе, и что Советский Союз поддерживает с Германией дипломатические, политические и экономические отношения, что его заказы приносят пользу сотням тысяч германских рабочих?» Председатель суда прерывает Димитрова, запрещая вести коммунистическую пропаганду. Димитров отвечает. «Господин Геринг ведет здесь национал-социалистскую пропаганду». И, обращаясь к Герингу, продолжает. «Это коммунистическое мировоззрение господствует в Советском Союзе, в величайшей и лучшей стране мира, и имеет здесь, в Германии, миллионы приверженцев в лице лучших сынов германского народа». Геринг был окончательно взбешен. «Я здесь не для того, чтобы позволить вам себя допрашивать, как судья, и бросать мне упреки. Вы в моих глазах мошенник, которого надо просто повесить». Председатель приказывает удалить Димитрова из зала суда, но Димитров одной лишь фразой добивает Геринга. «Я очень доволен ответом господина премьер-министра». Прозвучало в суде. Взбешенный Геринг крикнул, «Вон, подлец!» Полицейский уводит Димитрова из зала суда, но он успевает ответить Герингу. «Вы, наверное, боитесь моих вопросов, господин премьер-министр. Смотрите, берегитесь, я с вами расправлюсь, как только вы выйдете из зала суда, подлец!» Из-за неудачного для гитлеровца входа процесса радиотрансляция судебного заседания была прекращена. Но на следующий день весь мир все равно узнал об этой сцене, произошедшей в зале имперского суда Германии. Цитаты развернувшейся полемики приводили ведущие мировые издания. Во время процесса в Лейпциге Г. Димитров смог высоко поднять знамя мирового коммунистического движения. Это имело большое значение для сплочения антифашистского движения в Германии и мире. В 1934 году Г.М. Димитров прибыл в СССР, где ему было предоставлено советское гражданство. В том же году был избран членом политической комиссии исполкома Коминтерна, Ике, и назначен руководителем среднеевропейского секретариата Коминтерна. Так, в 1930-х годах Димитров становится одним из лидеров международного коммунистического движения. Димитровское определение фашизма, данное им в своем докладе на Пленумике, не потеряло своей актуальности и сегодня, фашизм это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Фашизм это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпин-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов. Осознавая всю опасность распространения фашизма, Димитров многое сделал для разоблачения мюнхенского сговора, а когда началась фашистская агрессия против Испанской Республики, Георгий Димитров стал организатором движения солидарности с испанским народом. С первых дней начала Великой Отечественной войны Георгий Димитров все силы отдает на борьбу. По его инициативе начинаются радиопередачи на фашистские и оккупированные нацистами страны. В них участвуют виднейшие деятели мирового коммунистического движения. Большое внимание уделяет Димитров в политической работе с военнопленными. Также важным направлением деятельности для него становится направление нелегальных групп политоммигрантов из СССР в их родные страны, захваченные фашистами, на плечи Ге. Димитрова легла работа по помощи партизанскому движению в этих странах. После войны Георгий Михайлович Димитров вернулся в Болгарию, где начал активную работу по восстановлению страны, продолжая следовать идеалам коммунизма, антифашизма и интернационализма. В 1957 году улица Большая Экиманка будет переименована в улицу Димитрова в ознаменовании 75-летия со дня рождения известного деятеля болгарского и международного рабочего движения ГМ. Димитрова, 1882-1949 годы. А в 1972 году вождю болгарского народа будет установлен памятник как лидеру коммунистического движения Болгарии в сквере на одноименной улице. Монумент также будет расположен неподалеку от дома на набережной, где ГМ. Димитров жил с 1934 по 1945 год. Но сегодня, спустя 70 лет после смерти выдающегося антифашиста ГМ Димитрова, перед нами снова стоит задача объединиться для подлинной борьбы с угрозой нацизма. Так, участники Международного гуманитарного ливадийского форума, прошедшего в июне Виалти, считают, что в проект резолюции 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН борьба с героизацией нацизма, не нацизмом, нужно включить предложение о признании победы над нацизмом во Второй мировой всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах всемирным мемориалом человечества. И с этим предложением, высказанным российской стороной, невозможно не согласиться. И хотелось бы напомнить, в 1992 году в Москве, в разгар антикоммунистической истерии, не обошли стороной ИГМ. Димитрова улица его имени была переименована в Большую Екиманку, чудом уцелел лишь памятник в глубине сквера. Совершенно ясно, что без имени великого борца с фашизмом ГМ. Димитрова всемирный мемориал человечества будет явно неполным. Было бы делом чести для москвичей восстановить его имя в российской столице. 2 июля москвичи возложили цветы и провели митинг, почти в память болгарского антифашиста Георгия Димитрова. На митинг памяти пришли болгарские товарищи, чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фарио Тортас и от себя принес букет красных гвоздик. Участники хотели обратить внимание на недопустимо безразличное отношение власть придержащих к памятнику Димитрову, расположенному в двух шагах от Кремля. Они не только возложили цветы, но и посадили розы и лаванду как частичку Болгарии в центре Москвы. А депутат Мосгордумы Елена Шувалова обратилась в органы государственной власти с требованием организовать уход за памятником. А. Шафранская. Сверху Сверху. Продолжение следует...